Всем привет! У нас очередное увлекательное путешествие. Мы едем в Нижний Архыз, к Софийским водопадам. Наш путь лежит по невероятно живописным дорогам. Мы едем через перевал Гумбаши. Сегодня прекрасная солнечная погода и все виды просто великолепные, все краски яркие и сочные. На Гумбаши много смотровых площадок, с которых открываются виды на его окрестности и гору Эльбрус. На одной из таких площадок мы остановились. Да, виды замечательные, хоть и Эльбрус сегодня спрятался за облаками. Возле этой смотровой площадки есть кафе, в котором можно увидеть чучела разных животных. Здесь и медведь, и горный козел, и волки. Правда, чучела очень старые, но тем не менее они интересные. Да и живых животных вокруг тоже немало. Высшая точка перевала Гумбаши 2250 метров. Сразу за перевалом расположен горнолыжный комплекс Мара, и хоть склоны здесь не такие крутые, как на Дамбае или Эльбрусе, зимой здесь тоже катаются на лыжах, санях и сноубордах. Едем дальше, навстречу приключениям. Я уже снимала эту дорогу в пасмурный день, и, наверное, вы видели это видео. Но сегодня все совсем по-другому, ведь погода сегодня отличная, и все горы открыты. Путь предстоит дальний, но это просто замечательно, ведь удовольствие от путешествия продлится дольше. Продолжение следует... Продолжение следует... С перевала Гумбаши мы повернули на основную трассу, которая ведет в Архыз. Дорога просто великолепная. И виды здесь тоже потрясающие. По этой дороге мы проезжаем Шаанинский храм, расположенный высоко в горах. Поселение Зеленчукское, Нижняя Ермоловка и другие красивые места. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы снова остановились в одном интересном и уникальном месте. Здесь, на одной из высоких скал горного хребта Мицешта, прямо на камне проступает изображение Иисуса Христа. Оно было найдено в 1999 году сотрудниками Нижнеархызского музея. Эта находка не была случайной. Об иконе уже ходили слухи, но добраться до нее было нелегко. Сейчас к иконе ведет лестница из 526 ступеней с множеством пролетов. Точнее это даже целый каскад лестниц. И не каждый турист легко преодолеет его. Изображение Иисуса Христа достаточно большое. 180 см в высоту и 40 в ширину. Но вплотную к нему подойти нельзя. Для паломников перед ним сейчас стоит поляризационный фильтр, который позволяет разглядеть рисунок в любую погоду и при любом освещении, так как его контуры не слишком отчетливы. Образ написан белой, коричневой и охристой красками. Иисус смотрит прямо на средний храм древнего Алландского города. Местные жители называют икону нерукотворной, то есть проступившей на камни чудом. Но ученые в это не верят. Возраст иконы определить сложно. Поэтому разброс вероятных дат гигантский, от X века до современности. Техника писания говорит о знакомстве художника с византийской манерой. Это не исключает древнего происхождения иконы. Кроме того, в окрестностях было множество горных келий, в которых в XIX веке жили православные монахи. Не исключено, что обитатель одной из келий написал лик на своей стене. Позже часть келий обрушилась, и Христос взглянул с высоты на ущелье. Ну а теперь едем прямиком к Софийским водопадам. Не побоюсь повториться, что и эта дорога просто потрясающая. Проезжая по таким дорогам, ты совсем не устаешь. А наоборот, хочется ехать подольше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот, асфальт закончился, и впереди нас ждет полнейшее бездорожье. Но это нас не пугает, а наоборот, делает наше путешествие еще более увлекательным. Едем по Софийскому ущелью. Эта дорога выглядит не менее живописно, чем сами Софийские водопады. Здесь ходят пешком, если не пугает расстояние в 18 километров, ездят экскурсионным транспортом разного калибра и вместимости – на велосипедах, квадроциклах и верхом на лошадях. Софийское ущелье переходит в Софийскую долину. С левой стороны возвышается хребет Чегетчат. Останавливаться здесь можно хоть каждые 100 метров, и каждый раз будут открываться разные виды, перехватывающие дыхание. Софийский ледник и ближайшие пики гор очень похожи на трон, за что гору София также называют гора-трон. Здесь, в Архызе, на склонах холмов и в долинах пасутся лошади прославленной карачаевской породы. Здесь можно встретить карачаевского барана и даже буйвола. Софийское ущелье без преувеличения можно назвать одним из самых живописных ущельей Северного Кавказа. Это ущелье состоит из трех частей. Первая – это расположенная между горами широкая долина, по которой протекает река Псыш. Вторая – узкая, зажатая между скал часть, протянувшаяся на 5 километров. И третья – самая красивая и протяженная Софийская долина, которая расположена между Софийским хребтом и хребтом Чегетчат и завершается перевалом Софийское седло. Своё название – ущелье и долина, а также расположенные там озера и водопады получили по названию горы Софии, самой высокой горы одноименного хребта. Едем всё ближе к Софийским водопадам. И вот мы уже совсем близко. Посмотрите, какая невероятная красота открывается отсюда. Эти водопады тоненькими стройками спускаются с высоких скал. Все эти виды просто завораживают. И ты не перестаёшь восхищаться великолепной природой Кавказа. Субтитры сделал DimaTorzok Я давно влюблена в Кавказские горы, и дни, проведённые в горах, для меня самые счастливые. А сейчас мы едем прямо к подножию горы с Софийскими водопадами. Нам нужно будет преодолеть сложный подъём, который приведёт нас прямо к водопадам. По дороге нам придётся форсировать бурный горный поток. В зависимости от сезона он колеблется от слабого ручейка до бурной речки. И ровно так же обстоят дела и с самими водопадами. Самыми полноводными Софийские водопады становятся в самый разгар лета – июль-август, когда идёт активное таяние ледника. В этом плане нам очень повезло, ведь сейчас как раз август. Да, подъём оказался невероятно тяжёлым, мы очень все устали. Но, добравшись до водопадов, мы были вознаграждены за свои старания прекрасным видом на Софийскую долину, открывающимся от стены водопада. И сами Софийские водопады, ракочущие на расстоянии вытянутой руки, пробуждают настоящее восхищение природой. Эти водопады, как вы наверное уже догадались, образуются в результате таяния ледника. И как только становится холодно и ледник перестаёт таять, водопады исчезают. Говорят, весной и в начале лета здесь очень много цветов. Но и сейчас здесь можно встретить некоторые цветущие растения. Например, эти колокольчики. А также здесь повсюду снова расцвели крокусы. От подножия Софийских водопадов открывается завораживающий вид на хребет Абешира, Ахоба. А седловина на хребте – это перевал Федосеева, за которым расположены горные озера. Туда я тоже хочу как-нибудь съездить. Мы спустились с горы, очень уставшие, но счастливые. И поехали к Форелевому озеру. Форелевым оно называется именно потому, что в нём водится форель. Мы посмотрели всё, что можно было увидеть здесь за это время. И теперь пора возвращаться домой. По пути мы снова остановились на перевале Гумбаши. И увидели прекрасный закат. Мне всегда очень грустно, когда путешествие подходит к концу. Но я надеюсь, что впереди ещё много новых интересных поездок. Друзья, поддержите меня лайком. Напишите свой комментарий. И не забудьте подписаться на мой канал, если вы ещё не подписаны. Всем замечательных путешествий. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok